меня зовут алина и вы на моем канале в этом видео я вам покажу как связать вот такую композицию и у меня тут такой маленький помощник у нас вот такие маленькие джунгарики это наша девочка девочка бусинка она очень миленькая не кусается совсем и вот я вам покажу вот как связать саму чашку и вот эти цветочки лепесточки и вот ручку к чашке также если снять эту ручку то будет цветочек как в горшочке но я вот связала именно вот так и мастер-класс по таким цветочком у меня уже есть на канале я оставлю ссылку обязательно переходите и вяжите вам понадобится пряжа какая-то поплотнее для того чтобы корзина была более плотная чтобы она не развалилась и какой-то кусок картона либо какого-то пластика для того чтобы поставить на дно чашки чтобы дно было ровненько и чтобы стояла и я посоветовала какой-то утяжелитель для того чтобы чашка была устойчивы не шаталась какой-то утяжелитель на дно поставить камушки какие-нибудь либо может стеклянные что-нибудь у вас есть и понадобится крючок 275 и двоечка двоечкой будем вязать цветочки и можно ним уже и лепесточки к этим же цветочкам и будем еще вязать вот эту верхушку коричневым цветом вы выбираете можно выбрать однотонную чашечку если вы возьмете пряжу потоньше и крючок меньше тогда получится чашка естественно меньше если крючок еще больше то получится еще больше диаметры этой чашечки 10 с половиной дом по донушку пряжа уходит совсем немного в 50 граммов вам вполне достаточно и я думаю еще останется я вязала из своих остатков поэтому вы ориентируйтесь пожалуйста по номеру крючком я уже говорила я вязала крючком 275 поэтому все остальное я вязала уже двоечкой поэтому ориентируясь по крючку и на этом все тогда давайте берем пряжу крючок и начнем вязать как для работы нам понадобится пряжа и крючок у меня крючок это 275 желательно чтобы пряжа была полухлопковая либо толстый хлопок я сделала так одну ниточку у меня идет с хлопка а две даже не знаю это какие-то остатки у меня были мне кто-то давал какой-то акрил похоже на акрила я буду делать в несколько сложений так чтобы у меня получилось по плотнее если будет слишком мягкая пряжа тут это она не будет красиво держать форму сама чашка поэтому лучше брать какую-то пряжу потолще а сам крючок чтобы было немножко поменьше чтобы плотность вязания получалось плотнее вы можете взять пряжу и крючок и связать для начала и посмотреть нравится вам или нет так и давайте начнем начинаем мы как обычно с двух воздушных петель сложно будет вязать много ниточек и во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков без накида не торопиться мне захватить все ниточки 2 3 4 5 и 6 второй ряд вяжем с прибавками в каждой петельке делаем по 2 столбика без накида то есть делаем 6 прибавок эти плотно у меня получается я так и хочу поэтому очень сложно вязать но я хочу потуже вязать так в конце этого ряда у нас должно получится 12 столбиков без накида так вяжем третий ряд третий ряд вяжем также с прибавками отмечаем начало ряда и вяжем столбик без накида и прибавка столбик без накида и прибавка так вот так вяжем до конца ряда в конце ряда должно получиться 18 столбиков без накида вяжем четвертый ряд четвертый ряд также с прибавками вяжем 2 столбика без накида и прибавка 1 2 и прибавка так вяжем до конца ряда в конце ряда у нас должно получиться 24 столбика без накида вот такое плотное полотно нужно получиться чтоб красивая чашечка получилась так вяжем пятый ряд пятый ряд вяжем три столбика без накида 1 2 3 и прибавка вот так вяжем до конца ряда в конце ряда у нас должно получиться от 30 столбиков без накида вяжем шестой шестой ряд вяжем 4 столбика без накида 2 3 4 и прибавка так вяжем до конца ряда в конце ряда должно получиться тридцать шесть столбиков без накида вяжем 7 ряд 7 ряд вяжем 5 столбиков без накида прибавка так 1 2 3 4 5 и прибавка так вяжем до конца ряда в конце ряда у нас должно получиться 42 столбика без накида так теперь вяжем 8 ряд вяжем 6 столбиков без накида и прибавка 1 2 3 4 5 6 и прибавка в конце ряда у нас должно получиться 48 столбиков без накида вяжем 9 ряд 9 ряд также делаем с прибавками вяжем 7 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 и прибавка так вяжем до конца ряда в конце ряда у нас должно получиться 54 столбика без накида накида и делаем последний ряд с прибавками это у нас 10 ряд и он вяжется 8 столбиков без накида прибавка 1 2 3 4 5 6 7 8 и прибавка так вяжем до конца ряда в конце ряда у нас должно получиться 60 столбиков без накида так вот какое донышко у нас получилось сейчас я скажу сколько она имеет диаметре так она меня имеет 11 ой 10 с половиной сантиметров если вы хотите чтоб сама чашка была еще больше то тогда нужно брать брать нитку потолще и естественно крючок больше если вы хотите чтобы она была меньше значит нитку тоньше и крючок меньше так теперь будем вязать 11 ряд я также отмечаю и будем вязать за заднюю стенку вот за эту стеночку вот так захватывая будем делать бортик для чашки поэтому нужно вязать один ряд по кругу 60 столбиков без накида но захватывает только вот эту заднюю петельку попробую сейчас поближе вот сюда за задние петельки вот так вяжем до конца ряда 60 столбиков без накида я довязала вот этот ряд за задние стенки но забыла вам сказать когда вы провязали до 10 ряда то нужно вырезать но это тоже по желанию что-нибудь тверденькое либо картон либо какой-то твердый пластмасс я вырезаю из линолеума как я говорила это для того чтобы вставить на дно потому что это будет дно чашки и чтоб чашка стояла более устойчиво и когда мы будем набивать синтепоном чтобы она не закруглилась то есть чтоб дно было такое ровное поэтому можно картон можно какой-нибудь пластик не сильно твердый которая подается тому чтобы резать его ножницами так дальше это у нас был 11 ряд который мы провязали за задние стенки теперь с двенадцатого ряда по 25 ряд нужно провязать по кругу без изменения 60 столбиков без накида отмечаем начало ряда и вяжем по кругу пока у нас не будет двадцать пятый ряд это получается 14 рядов без изменения по кругу вот и провязала все 14 рядов без изменения вот такая у нас огромная чашечка получается вот так я вставлю на дно кружок чекать и уже буду набивать синтепонов хочу вам показать последний ряд как можно обвязать край чашечки так мы будем вязать не в эту петлю а в нижнюю петлю то есть мы будем вот этот последний ряд еще раз по верху обвязать столбиками без накида вот так вот мы в нижний ряд ряд еще раз как бы повторяем последний 25 ряд делаем вот так обвязку чтобы край был красиво вот как получается он получается плотнее и будет хорошо держать форму эту чашечку можно использовать и как корзинку вот например так надо вязать 2 ряда и оставить можно использовать ее как чашечку и связать именно верхушку например же там коричневого цвета это будет чашка с кофе можно вышить глазки либо приклеить приклеить глазки цветочки какие-нибудь можно надпись какую-то нибудь оформлять ее можно уже по вашему желанию и вот так вяжем этот последний ряд до конца я буду делать в этой чашке цветочки вот так красивый край вот такой он получается плотненький будет хорошо форму держать так вот этот край вяжите до конца оставляйте кончик не сильно длинный чтоб смогли его спрятать вязание и вот это вяжите до конца и можете наполнять дальше если вы хотите связать вот этот круг чтобы закрыть чашечку то нужно связать точно так же как мы вязали донышко для самой чашки то есть с первого ряда по 10 повторить то же самое и потом вот это верхушку пришить уже немножко вовнутрь не под самый край а вовнутрь там на сколько вы хотите глубину я это дальше покажу как я буду делать а пока вяжите до конца так вот я довязала до конца и вот этот последний ряд и я все-таки решила провязать желтым цветом последний я набила вот но видите она получилась плоская из-за того что вставили в дно вот этот и вот она у меня такая ее также кстати можно использовать и как горшочек для цветка я наверное так и сделаю я вам покажу как если вы сделаете чашку но в конце я наверное все таки сделаю его как горшочек для цветка вот я провязала вот размером как донышко до десятого ряда и теперь вот это вот нужно пришить немножко вовнутрь вот под самый край где у нас вот у меня вот заканчивается желтый цвет вот так стежочек вовнутрь это очень тяжело сделать на камеру так как нужно придерживать и тем более нитка в несколько и вот стежочек на кружочки и так по чуть-чуть прошить полностью по кругу и вот можно если что-то еще можно и немножко еще набить посередину если вы хотите чтобы эта сторона верхушка была более выпуклой а если здесь что была более плоская то тогда не нужно ничего просто вот так стежками по кругу пришить уже немножко вовнутрь как бы чтобы нашла не под самый край можете под самый край если желаете можете чуть вовнутрь я буду немножко вовнутрь пришивать и так это все пришиваете самостоятельно дальше уже покажу как вяжется ручка так ну вот такая чашечка у меня получилось и я связала вверх вот я по центру сделаю вот такой же цветочек как я уже сделала мастер-класс на цветочки ромашки кому интересно то переходите по ссылке ссылка будет я сделаю одну ромашку на будет красного цвета как я уже вязала такую вот можно и декорировать дальше саму чашку ну теперь давайте покажу как вяжется сама ручка так так же начинаем с двух воздушных петель делаем две воздушные петли во вторую от крючка вяжем шесть столбиков без накида 1 2 3 4 5 и 6 2 ряд вяжем также с прибавками вяжем 6 прибавок в каждой петельке по два столбика без накида так до конца ряда в конце ряда должно получиться 12 столбиков без накида теперь вяжем с третьего ряда по 6 вяжем без изменения 12 столбиков в ряду так просто по кругу вяжем без изменений это получается 4 до без изменений седьмой ряд вяжем с прибавками вяжем 5 столбиков без накида прибавка 1 2 3 4 5 и прибавка так повторяем еще один раз 1 2 3 3 4 5 и прибавка теперь у нас в ряду 14 столбиков без накида и вяжем с 8 ряда по 15 ряд без изменения в ряду 14 столбиков без накида теперь вяжем 16 ряд и 16 ряд вяжем с убавками вяжем 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 и убавка так вяжем до конца ряда в конце ряда должно получиться 12 столбиков без накида так теперь вяжем с 17 ряда по 20 ряд вяжем без изменения в ряду 12 столбиков без накида отмечаем начало ряда и вяжем так по кругу с 17 ряда по 20 без изменений так теперь давайте свяжем последний ряд это идет ряд с убавками саму ручку не хочет фокусироваться вот саму ручку чашки я набила нужно достаточно плотно набить чтобы она держала форму когда мы будем ее пришивать к чашке так как мы будем так и закручивать немножко и чтобы она не прогибалась тут что держала форму так и давайте свяжем последние ряды это у нас идут так и нужно сделать в последнем ряду двадцать первом 6 убавок то есть нужно закрыть нашу ручку делаем убавки до конца отрезаем ниточку подлиннее сантиметров 20-25 так что мы могли с помощью вот этой ниточки пришить с этой стороны вот так тут пришьем и будем закручивать ручку вот она и прищем на самый низ чашки то есть с помощью вот этой ниточки потом уже в самом низу можно приколоть на вот такие булавочки когда тут прищем потом вот эту нижнюю часть можно вот так нам булавочки чтобы она не поднималась вот и потом также тут снизу пришить так аккуратно незаметно ирую чашечка наша будет готова вот так она будет выглядеть поэтому я сейчас это все пришло и покажу как это все будет выглядеть так и теперь давайте я вам покажу как вяжутся маленькие листики и покажу как вяжутся вот такой цветочек ромашка можно украсить чашечку нашивая просто вот так по кругу набить вот этот черный цвет можно пореже вот так пришить листики к цветочку и вот сами цветочки можно так по кругу можно разноцветные можно другие любые цветы которые вы умеете вязать можно из хлопка можно толще можно крупнее я показываю вот такой способ как вязать можете так же как я уже говорила навязать мои ромашки которые я снимала мастер-класс на них и делать я так и сделаю одну центральную большая будет на ножке будет красного цвета а вокруг я сделаю вот такие беленькие беленькие не знаю сколько штучек я еще потом буду вязать и примерять но я вам покажу сейчас как вяжется вот такой цветочек и вот такой лепесточек давайте я покажу сначала листик как как вяжется так берем пряжу и вяжем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 вяжем во вторую петлю от крючка 1 столбик без накида в следующую петлю вяжем полустолбик с накидом в следующую петлю вяжем 1 столбик с одним накидом и в последнюю петлю которая у нас осталась нужно провязать 2 стола 2 полустолбика с накидом вот в эту петельку 1 и сюда же 2 делаем 2 воздушные петли и опять же тут где мы вязали 2 стол полустолбика с накидом вяжем еще два полустолбика с накидом так сложно вязать когда много ниточек так дальше вяжем 1 столбик с одним накидом дальше вяжем 1 полустолбик с накидом кончик можно вот так спрятать вязание сразу и 1 столбик без накида и вот в самом низу делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку той длины которой вам достаточно для того чтобы привязать сам лепесточек вот такие небольшие лепесточки кончик этот можем отрезать покороче и вот такие листики получаются можете по два листика на один цветочек точек тоже очень красиво так теперь давайте покажу как цветочек сам вяжется для начала нужно пряжа желтого цвета можете делать любого цвета не обязательно желтого и вяжем 2 воздушные петли так крючок для цветочка я беру двойки двойку а для листика я вязала крючком 2 75 тем же которые я и вязала казино чашку так вяжем 2 воздушные петли во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбика без накида 1 2 3 4 5 6 второй ряд вяжем 6 прибавок то есть в каждом в каждой петельки вяжем по 2 столбика без накида в конце этого ряда мы будем присоединять нить другого цвета так в конце этого ряда второй ряд должно получиться 12 столбиков без накида вот я последнюю петлю не навязала до конца желтый цвет можем обрезать и присоединяем нитку белого цвета и вяжем третий ряд присоединила эти кончики нужно завязать между собой и вяжем третий ряд вяжем столбик без накида и прибавка так вяжем до конца ряда в конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков без накида так теперь будем вязать лепестки вяжем так опять мы камера плохо фокусируется так один столбик без накида а в следующей петлю вяжем 7 столбиков с одним накидом вяжем 1 2 3 4 5 6 и последний 7 в следующую петлю мы делаем столбик без накида вот так будет выглядеть один лепесточек теперь переходим к следующей петельки и делаем 1 столбик без накида а в следующей петлю опять так же делаем 7 столбиков с одним накидом 2 3 4 4 5 6 и 7 в следующей петлю мы делаем столбик без накида и так будем повторять 6 раз так как у нас лепесточек состоит из 6 цветочек состоит из 6 лепестков вот можно так связать если вы желаете сделать их на палочки то можете взять бамбуковые палочки либо зубочистки если бамбуковые палочки то нужно их обрезать и намотать эту палочку пряжей перед тем как намотать нужно вот эту палочку клеем пва можно так кисточкой намазать и взять вот так пряжу и накрутить на саму палочку чтобы ну конечно плотненько я тут вот так плотненько и и вот это приклеить вид потом уже сам цветочек приклеить либо как-то пришить вот этой ниточкой оставить кончик и будет цветы на палочке вот так выглядеть и тогда в эту палочку сможете втыкать сюда в чашечку и я не буду на ножках либо уже можете сделать так как я вам показала вот эти цветочки пришить уже к чашечке и лепесточки тоже будет очень красиво можно другого цвета не обязательно такого можете совсем другие цветы как я уже говорила без проблем вяжите какие вам удобно какие вам цветы нравятся можете эту чашку уже так оставить как я уже тоже говорила и тут вышить что-нибудь там красивая красивую надпись например даже на двадцать третье февраля на восьмое марта там вось восьмое марта написать либо любимому как сейчас модные чашки с надписями всякими но у меня эта чашка будет для моей мамы в подарок как у него 9 марта день рождения и поэтому я ее свяжу для нее я уже вот довяжу все эти детали сколько и я покажу какой результат у меня получился как я уже закончила ее декорировать как я ее оформила в конце я уже покажу как все это получит так ну вот мои цветочки уже готова моя чашечка готова вот что у меня получилось я сделала тут получается 6 цветочек в виде ромашек и вот один большой вот такой про который я говорила что у меня есть мастер-класс я обязательно оставлю ссылку только я уже стебелечек укоротила такого слишком длинный и украсила чашечку вот атласной ленточкой и тут у меня звездочка такая деревянная вот какая ручка и и при желании можно совсем снять и будет цветочек в горшочек я бы порекомендовала обязательно чем-то утяжелить во внутрь чашки что-нибудь тяжеленькое положить может каких-то пару камушек вот я не подумал об этом что она будет легкая и немножко она неустойчива если на дно вот когда мы положили кусочек этот линолеума на него положить пару камушек таких потяжелее или несколько но зависит какие они тяжелые то он будет поустойчивее вот я об этом что-то не подумала и он немножко неустойчив я думаю там не упадет даже если кому-то упадет на гуру ничего не случится вот я тут у меня вот такая клубничка я ее так просто положила для фотографии буду фотографировать а так потом я ее сниму наверное вот цветочки я все пришила и вот посередине цветочки я тут еще пришила такие бусинки стеклянные желтого цвета лепесточки я сначала пришила к цветочку а потом ниточку которая осталась от цветочков пришивала уже к коричневой части вот этот ну вот такая у меня композиция получилась весеннее это прекрасно я думаю подарок будет и учителям на 8 марта и для мам и для кого желаете не обязательно на 8 марта а также можно и на день рождения или просто так подарить я надеюсь что мастер-класс был понятный если и остались какие-то вопросы то пишите мне я постараюсь ответить на все ваши вопросы ну спасибо всем за внимание ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал до новых встреч